всем привет сегодня буду снимать вот в таком вот дурацком формате на телефон потому что внизу снимать я никак не могу там где я обычно снимаю у нас идет ремонт во дворе и там рабочие постоянно шумят шуршат и мне вообще там окна закрыты чтобы они не заглядывали к нам в дом так что вот так вот давно мы с вами не виделись и на это на самом деле большая причина те кто следят за мной в соцсетях знать что я ожидаю малыша меня было ужасный токсикоз мне было просто не до чего просто настолько мне было плохо включительно до 6 месяца что сил не было ни на что я не делала ничего я не там не варила мыло я не вязала не снимала видео вообще не делала ничего поэтому вот так вот и сейчас пока мне приспичило я решила снимать так как в общем так могу сегодня вам хотела рассказать про про топ свои мысли о конда таунхаусах которые управляются как бы общим товариществом да которые есть кондефиз как говорят то есть вы платите ежемесячный платеж и компания по сути ну как бы тсж она следит за общими зонами то есть это газоны это крыши это окна то есть общий экстерьер и ваш в общем-то двор тоже на ваш дворик бак ярд и задумка была когда мы все это покупали выбирали вид нашего дома что мы платим у нас нашем случае это 280 долларов в месяц за их услуги что мы платим эти деньги и в общем-то голова у нас больше не болит о том что где взять большую сумму денег если нужно поменять крышу если сломались сливы и так далее потому что в канаде все это стоит очень дорого и мы подумали что ну в общем то нет проблем да то есть мы делаем отчисления и забыли об этом но как показывает практика все не то что абсолютно не так все совсем не так и это оборачивается больше даже траты денег нежели чем мы купили бы свой дом и и сами что-то делали сейчас я вам расскажу почему сразу скажу что это мое там личное мнение наш личный опыт поэтому вы можете быть с этим не согласны у вас может быть совсем другой опыт все зависит конечно же от вашего кондо товарищества о том как там все устроено какие правила правила могут быть совершенно разные например в нашем кондо не входит в обязанности с уже это менять двери гаражные и входные и но они имеют право требовать с тебя чтобы ты их поменял потому что им не нравится там например дверь помята или что-то вроде этого причем ты должен соблюдать правила принятые в этом кондо то есть дверь они должны быть определенного цвета определенным узором и так далее если же ты делаешь что-то свое ну опять же в этих цветах естественно но скажем другой рисунок то многие вещи там слетают с их обслуживание они этим больше не занимаются в общем ерунда полная и у нас собирать оборачиваться тем что мы больше тратим нежели мы экономим потому что к примеру вы например платите за моргич до за ипотечный платеж скажем тысячу долларов из вот вас 300 долларов платеж кондо закон да да то есть 1300 в месяц вы отдаете я не берусь сюда не входит водовые коммунальные платежи сюда не входит это вот чисто такой платеж который вы отдаете за дом налоги сюда тоже не входит то есть смотрите если вы покупаете свой дом который принадлежит полностью ваш отдельно называется free hold мы могли бы купить такой дом дороже дан которого моргич уже потека не 1000 долларов от 1300 и соответственно все ремонты вы делаете сами которые потом нужны здесь же вы отдаете 1300 за более дешевый дом потому что 300 долларов это всего лишь коммунальный кондо платежи плюс они кого с вас что-то требует вот как в нашем случае мы меня должны были менять сами гаражную дверь потому что кондо не понравилось что там очень маленькие царапинки были причем царапинки которых просто не видно и когда мы при заказывали компании чтобы они нам сделали смету они все были в шоке мы четыре компании приглашали потому что даже не горели что это бред менять из-за такой маленькой царапинки целую гаражную дверь а в итоге мы ее не поменяли потому что это было очень старая дверь и просто не было такого рисунка и ну в общем кондо решила потому что не только мы жаловались но и другие что они соберутся на собрании будут решать тогда что с этим делать то есть вопрос пока этот не решен но этот полный бред что практически 1000 долларов нужно выкинуть на вещь которая не целесообразно вообще менять и которую ты вообще сейчас например не рассчитывал поменять может быть мы поменяли бы гаражную дверь когда бы мы захотели там утеплите или что-то но сейчас и для нас это вообще не в нашем бюджете и в этом нет никакого разумного смысла потом например такая вещь что перед домом у нас есть дорожка из плитки и предыдущие жильцы ее увеличили у нас было не один ряд плитки а два ряда плитки соответственно эта горошка слетела с гарантией обслуживание тсж и когда всем делали дорожки улучшали их там бетонировали поднимали нам ничего не сделали потому что пошли против правил нарушили типа пожинайте свои плоды но при этом когда у нас какие-то проблемы кондо их решает очень долго опять же нерационально и так как они хотят и как считают нужным то есть например когда мы заехали в дом мы увидели что у нас слив плохо работает что он выходит на середину участка и затапливает весь участок это заняло им пару месяцев прежде чем они пришли делать и два месяца у нас было просто лужа во весь двор когда они его поменяли это был тонкий слив который постоянно забивается и затем у нас нужно было менять порог который завалился у нас был кривой забор в общем много мелких проблем которые кондо откладывали все время на потом в итоге они решили поменялось руководство они решили конкретно заняться обустройством нашего сообщества и они решили выравнивать уровень всех дворов что это значит что они пришли загнали трактора снесли все заборы и просто все сравняли под ноль их не волновало что я два года сажала там кусты помидоры делала клумбы мы завозили туда землю мы сделали бордюры я считаю только мне это такой удар прям спину было потому что тем более как это все было сделано то есть сама задумка хорошая все как бы полностью улучшить выровнять уровень везде они там это входило там увеличение уровня окна вокруг подвала чтобы его не затапливало выровнять порог выровнять забор но как все это делается это могло быть сделать адресно но они это им это не до этого чтобы решать там проблемы каждого не загнали бульдозеры все сравняли и делают так как им нужно например мы думали о том чтобы у нас плитки до которых там 100 стоит на них стулья там где барбекю пожарить мы хотели их переносить в другой угол потому что там тень и садить посадить я там толком ничего не могу но это было бы идеальное место для отдыха а там где сейчас плитки это были бы идеальное место для клуба когда же мы к ним обратились с этим вопросом что мы хотели бы вот так вот тем более все равно все выравнивают и будут класть назад они отказали нам сказали что мы делаем все стандартно как было а вот это ваша проблема чтобы там дальше хотите делать то есть они в конце опять уложит газон который знаете уже такой листами готовый и то есть например это такая трата денег будет то есть мы уже как бы платим за это потому что это наше отчисление и если мы хотим обратно восстановить наши клумбы нам нужно будет опять отдирать этот газон выкидывать его и все заново сажать и например как они нас уведомили о начале работ а летом они нам написали что в конце сентября они начнут работы конце сентября последнюю неделю муж говорит ну давай тут приберем там стол унесем уже как бы осень ну и может быть они скоро начнут работы мы ночь мы убрали все воскресенье вечером в понедельник утром пришли рабочие и сняли нам забор и пригнали уже бульдозеры и пришел имейл что мы извиняемся за такое короткое уведомление но работа начинается а у кого установлен кондиционер около окна уберите его потому что мы будем там вести работы в общем я была в полном шоке потому что у меня два года покупала сажал растения у меня помилюрозы хвосты ну в общем пойдите посмотрите что у меня там росло и они сказали что они все будут это ровнять практически без предупреждения у меня было практически не было времени все это там куда-то убрать и тот же кондиционер который мы только поставили в начале лета нам нужно было его демонтировать и демонтаж с обратной установкой 100 400 долларов то есть смотрите это такой ужасный расход денег потому что мы потратили уже на клумбы на землю на растения на установку кондиционера теперь это никого не волнует все это равняется землей плюс 400 долларов за переустановку кондиционера в общем я уже как бы смирилась но у меня такое сейчас чувство два дня у меня вообще нет сил и как будто как будто я все время плакала я даже делать ничего не могу мне такое полное расстройство потому что но ты не хозяин своего практически дома да то есть ты как бы у тебя есть иллюзия что ты тут владеешь чем-то но на самом деле приходит товарищество и говорит точение ничего даже не говорят они пригоняют бульдозер и все сравняют землей и муку когда говорили с ними что пожалуйста вот где кусты посажены не трогайте их мы вечером уберем то есть они до вечера их не убирали но когда я начала выкапывать я поняла что а им было абсолютно все равно но и кусты половину не затоптали они затоптали куст смородины 1 1 куст бузины который на минуточку стоил 40 долларов они он просто им мешал и они вас вот так вот обломали все ветки у него то есть специально обломали извиняюсь то есть нельзя было просто это не кто-то прошел и сломал это весь куст обломали остался вот один стволик и мнений вообще ничего никаких учтений пожеланий что вы там хотите то есть ладно мы жили здесь второй год то есть два посадочных сезона я что-то сажала да а если бы мы жили здесь 20 лет и меня были бы там какие-нибудь неимоверные розы которым такие дорогие уже до 20 лет огромные так далее в общем полное какое-то пренебрежение неуважение и меня такое ощущение как мы живем в советском союзе где всем вот под одну гребенку как они решили вот без учета каких-то индивидуальных пожеланий и так далее поэтому пораскинув как бы мозгами у нас уже нет желания жить в таком виде частной собственности и наверное мы будем все-таки ближайшее время как большейшее время наверное еще год мы здесь будем потому что все-таки покупка дома это большие затраты сверху души тебе нужно сделать первоначальный взнос тебе нужно заплатить риэлтором то есть это юристом и так далее то есть ты теряешь много денег первоначально если менять дом каждый год это совершенно нерационально нужно хотя бы два-три года в нем прожить чтобы аккумулировались вот этим ипотечные платежи хотя бы на первоначальный взнос следующего дома но это будет однозначно free hold где мы будем сами себе хозяева и это будет намного выгоднее мы сможем купить дом дороже и ремонт который нам мы можем откладывать два года как там хоть по 100 долларов я не знаю потом сделать ремонт какой нам нужно когда нужно и как нужно и сделать это рационально но при этом например скажу что родители мужа 10 лет живет в таком кондо и их все устраивает у них входят в кондо платежи замены и дверей всего и всего им там все меняют в общем-то делают сажают им цветочки им нравится но я думаю что это все таки да зависит от как нарвешься я знаю что например может быть такой косяк что если какой-то жилец имел конфликт с кондо и решил засудить кондо если кондо проиграет это а здесь суды очень много можно прыгать на очень большие суммы то потом этот платеж будет платить не какой-то там директор этого как он надо тоже а все жители то есть он тупо например они это разделят на всех и ты будешь не 300 долларов платить как ты уже платила 500 потому что кондо налажала его засудили и ты часть этого кондо ты должен это тоже платить я знаю такие случаи у нас сестра мужа как раз не купила дом то есть они уже практически подписали сделку но адвокат увидел что у кондо идет судебный процесс и он их отговорил посоветовал не покупать это кондо именно из-за этой причины что если кондо проиграет то очень сильно возрастут эти платежи в общем вывод такой что то что выглядело как большая экономия и такая соломка под проблемы обернулась наоборот больше траты денег и неудобства и полным отсутствием какое-то чувство контроля над своим имуществом который ты платишь огромные деньги и вот дома в канаде очень дорого стоит и еще плюс к этому кондо со временем платежи увеличиваются потому что жилье стареет нужно делать большие ремонты и соответственно когда нужно больше денег они постоянно увеличивают платежи со временем эти платежи доходят мы видели дома на продажу до 500 долларов и тогда эти кондо невозможно продать я видела дома которые стоят на продаже уже два-три года до сих пор они не проданы потому что никто не хочет платить такие платежи огромные у нас это 280 долларов когда мы купили было двести шестьдесят пять уже за полтора года увеличилось увеличилось на 15 долларов поэтому нужно в общем то быстрее отсюда бежать пока кондо еще не настолько подняла цены и потом будет просто невозможно все это продать вот так что такие вот у нас дела надеюсь что меня это отпустит я не хочу даже обратно ничего сажать потому что я уже решила что я в этом доме не остаюсь они будут застелить тут все газоном тем более у меня будет очень маленький ребенок и мне будет абсолютно не до посадок каких-то поэтому пусть там будет газон плитка и все такие были мои выводы если у вас другое мнение и вас очень положительный как бы опыт насчет кондо минимумов там хаусов то напишите в комментариях я думаю людям которые еще задумываются и не могут определиться будет интересно почитать на этот счет вот так что такие дела спасибо за просмотр увидимся в следующем видео пока